Министр обороны России дважды делал заявление в конце марта, где он говорил о том, что российские военнослужащие и российское командование внедряют новые способы ведения боевых действий. Вот вам могу сказать несколько слов о новых способах ведения боевых действий. Вот только что, буквально перед включением, я ознакомился с отчётом от ним, который демонстрирует, что в России идёт расконсервация танков Т-62. Это даже не Т-64, это танки Т-62, 50-х годов производства, пришли на замену Т-55, даже не модернизированные, а те, которые они ранее просто отдавали сирийцам, асаду-диктатору, потому что они даже не думали, что их придётся использовать. А всё почему? Ну всё потому, что это, по версии министра обороны России, как раз и введение новых, я подчёркиваю, делаю акцент на новых методах ведения войны, поскольку как раз-таки новая модернизированная техника в большом количестве российская была уничтожена, такие танки, как Т-90, в частности прорыв в 2016 году вообще принят на вооружение, либо танки Т-80 или Т-72 модернизированные М, они сейчас вынуждены уже переходить к тому, что расконсервируют те запасы, которые есть. Они есть ещё в определённом количестве, там их порядка двух тысяч, но они их вот ищут сейчас, восстанавливают и так далее. Это всё я к тому, что вот как раз это и показатель, почему говорят о замедлении так называемом, о изменении способа военного ведения боевых действий, но потому что не удаётся достигнуть никаких стратегических оперативных успехов на фронте, потому что они вот, когда говорят о городах, это вообще особая история, ведь тут же практика показала и опыт уже показывает, что украинские силы обороны достаточно эффективнее демонстрируют и проявляют себя в боях в городских условиях, имея навыки, пройдя обучение, опыт и так далее. Всё-таки это одна из причин. И, кстати, к слову о гуманности, так я предлагаю всем, кто в это, скажем, стремится поверить, просто посмотреть на разрушенные украинские города, такие как Мариуполь, такие как Попасная, такие как Волноваха, такие как Чернигов, Отчасти и другие города. То есть Северодонецк уже превращается в Мариуполь, все говорят. То есть я к тому, что если им не удаётся захватить военным путём достичь победы, захватив какой-то населённый пункт, они просто стремятся его стереть с земли. Я не вижу тут никакой гуманности и какого-то военного искусства. Александр, уточню вас по поводу танков 50-х годов. Очень интересно, что вы это отметили. Потому что Кирилл Буданов, глава украинской разведки, сообщил недавно о том, что у России на 12 месяцев хватит вот этих мощностей вести так называемую нормальную войну. Он сказал, ну, я так для себя это оцениваю, как войну вот теми темпами, как она идёт сейчас. Означает ли это, что речь идёт вот о расконсервации всего, что есть у Российской Федерации? И вообще, как вы оцениваете это заявление по поводу года войны со стороны России? Ну, я сначала скажу о расконсервации. Да, действительно, это уже не первое, скажем так, свидетельство того, что происходит расконсервация. Поскольку в Харьковской области несколько недель назад уже видели град начала 70-х годов. То есть это, скажем так, первые годы выпуска этой установки вообще. Видели уже, как используют. Она ещё едет. На самом деле она ещё стреляет. Но это уже не та эффективность вооружений. Можно уточню очень коротко. Но вот если град 70-х годов, мы не можем же его отнести к классу высокоточного оружия, соответственно? Нет, это вообще реактивная артиллерия. Но там нет никакой высокоточности. И, как правило, Россия использует бить по городам. И мы видим, какие разрушения, особенно среди мирного населения. То есть это дальше по жилым кварталам, правильно, может попадать в любые объекты, в разброс. Никакое невысокоточное. Они, ну, то есть вообще, грады, они-то предназначены для того, чтобы бить по открытой местности, где может быть техника легкобронированная или живое скопление силы противника. Но это на поле боя, на фронтах. Не по городам, где могут быть мирные жители. Это исключено должно быть. Но не для России.